Каждое утро этот молодой человек приходит в элитную многоэтажку на левом берегу Астаны. Он мусорщик. Жильцы квартиры оставляют всё непотребное у дверей, а парень несёт пакеты до контейнеров. Такой логистический сервис в месяц стоит 750 тенге. Работа, конечно, не самая престижная, но непредставительным же дядям убирать за собой. Представьте, вот человек идёт в костюме, в галстике с мусором в руках. Ну и некрасиво, и тем более утром торопятся, и машина в другой стороне, мусорка в другой стороне. Совесть лучше контролёр. Это буквально совсем не про столицу Казахстана. В борьбе за чистоту в Астане давно используют принудительные меры. С начала этого года 252 человека отсидели за решёткой от трёх до десяти суток. Более двух с половиной тысяч отделались штрафами. Так полиция в Астане борется за звание талона чистоты и культуры. Население сейчас в основном знает, что за выброшенный окурок можно слопотать, например, административную ответственность. Показательный пример – Цабарбеки Римбетов. Курильщик попался и отделался предупреждением. Этого раза ему хватило. Я теперь вот ищу, где поближайшие урны, туда брошу. Хаким Кемельдинов ежедневно подметает дворы жилого комплекса «Дипломат». Трёхлетний опыт его работы подсказывает. Мусорить в столице меньше не стали. Хотя у каждого подъезда урна. Дворник почти убеждён. Решётка – лучший помощник в деле всеобщей чистоплотности. Разница только в сроке. Мне 10, но 3 суток нужно. Масштабная борьба за чистоту улиц в Астане развернулась ещё в прошлом году. Инициатором компании стал Нурсултан Азарбаев. Сначала он предложил сажать за семечки и жвачки на трое суток. В этом году бить палками, как в Сингапуре. Хотя на самом деле там нарушители штрафуют. Подобные меры действуют в Китае, Италии, Чехии и Англии. Сумма штрафов зависит от тяжести проступка. От 6 долларов доходит до нескольких тысяч. У казахстанцев есть альтернатива. Штраф заброшенный окурок на 17 тысяч тенге или же 10 суток.